Пришли переписать номера денежных купюр и украли 400 тысяч белорусских рублей. Именно такой суммы недосчиталась 86-летняя пенсионерка деревни Купятичепинского района, которая стала жертвой обмана двух женщин, якобы социальных работников. Сказали, что им необходимо переписать номера денежных купюр для последующего обмена. Пожилая женщина поверила гостям и принесла им деньги в размере около 1 миллиона белорусских рублей. Пока одна из них создавала видимость фиксации данных с банкнот, вторая сообщила хозяйке, что за бюджетные средства у нее в доме планируется выполнить ремонт. В связи с этим она предложила ей смотреть дом и определиться с необходимым для его выполнения количеством трубок обоев. После ухода женщин пенсионерка рассказала об этом визите своему сыну. Тот пояснил матери, что в переписи номеров купюр нет необходимости и посоветовала ей пересмотреть наличие всей суммы денег. Как оказалось, в ходе проведенной процедуры та уменьшилась на 400 тысяч белорусских рублей. По данному факту, в Пинске межрайонном отделе СССР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 кражи Уголовного кодекса Республики Беларусь. Из 6,5 тысяч преступлений, совершенных на территории Брестской области, в этом году 185 носят финансовый характер. Ввиду грядущей динаминации данный вид правонарушения стал особенно актуальным. Как правило, мошенники предлагают обменять купюры старого образца на новые деньги, либо по хорошему курсу купить иностранную валюту в обмен на белорусские рубли. Зачастую жертвами становятся пенсионеры, доверчивость которых играет с ними злую шутку. Пример тому – финансовая махинация в городе Лунинце, в ходе которой также пострадал пожилой мужчина. Уже в этом году, 15 октября, зарегистрирован подобный случай в Лунинецком районе, в городе Лунинце. Пенсионер приколовного возраста подвергся такому преступлению. 16 миллионов преступниц завладела, но была задержана группой задержания охраны, департамента охраны Лунинского рода и уголовным розыском Лунинского рода выдворена в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 уголовного кодекса. Учитывая рост мошенничества, правоохранители призывают пенсионеров быть бдительными и не открывают дверь построенным людям, не удостоверившись в том, что они действительно являются представителями социальных или других служб. Также не следует соглашаться на сомнительные сделки и предложения, в которых фигурируют деньги. В противном случае есть вероятность лишиться округленькой суммы своих кровных.